Добрый вечер! Добрый вечер! А че, уже вечер что ли? Вечер, уже темно на улице. У нас еще день. Ну, конечно. Бог так сделал. Геннадьевич, я это... ненадолго... Кто там, Никита или Володя? Может попробуем включить лампу, как вы просили, мы купили лампочку. Ну, а че вы не включаете-то? Да, ну, че че. Балда, сэр. Ну, че не включаете? Че спрашиваете? Балбес, сэр. О, а тут цвет потуши, Никита. О, класс! Ну, намного лучше. А можно поиграть с цветом. Так вот, даже интереснее вы выглядите. Вот так вот, пускай будет хорошо. Это Ирина Тихович. У меня были цветы и Вовы сегодня. В общем, я хочу сделать такой показательный ролик. В общем, на выходные где-то. Я пригласил их с их брейсфитером, там, с самым там умным. Вот. И хочу, ну, может они трое-четверо сюда придут, да, я камеру установлю. И нам бы сделать вот такое вот прям показательное, знаете, выступление. Я сомневаюсь, они не будут беседовать. Тут надо шахматные часы по времени. Три минуты, три минуты. Они взрывные. Я с ними пробовал беседовать, ни одной беседы не получилось. Они соскакивают и убегают. Ну, я вот начал тоже. Я так порассуждали, мы, наверное, часа полтора с ними. Не надо, Никита, ты не направляй в экран он это. Не выдумывай. Понимаешь, это добавлять не надо ничего. Убери-ка. Это. Одна из них, да, взрывная. А та, что вот пожилая, она женщина вроде такая спокойная и все. Ну, она бегает, начинает там, ё-моё. Она православная говорит, да вот у вас православную. И там матом ругает. Тут же говорит сама, ё-моё. И тут же оправдывается, да это ничего не значит там и все такое. Ну, интересно. Ну, все равно я что, я в этом деле неопытный. Я вроде что-то вертится сказать, знаете, как, а не нахожу. Ну, и, видимо, не помолился, плохо помолился. Потому что это... Хорошо было бы, если бы вы заранее их предупредили и сказали. Вы, понимаете, а у вас мнение такое, что вы беседу не доводите до конца. Кроме того, перебиваете, не выслушиваете и убегаете с половиной беседы. Но вы можете одну беседу так провести, по-серьезному. На вас же люди смотреть будут, всё записывается для интернета. А я не буду, наоборот, зачем говорить для интернета, они не будут разговаривать. Ну, а я понимаю, там боится священник, что его снимут. Но этим-то нечего бояться, то у них ещё нет. Я их втайне запишу, как будто это у нас скайп. Я их вообще ещё не сказал, что это будет скайп беседа. Я говорю, давайте, я своих братьев приглашу, ну, самых грамотных, а вы своих. Вот, и устроим беседу. Они с радостью такой, давайте, давайте. Вот. Слушай внимательно. Меня пригласили в дом учёных Новосибирского академгородка. Одни башковитые сидят. Полный зал. Всё идёт нормально. Я с кафедры возьми да и скажи, что Святая Библия отвечает на все вопросы, кроме кончины света. Мужчина один говорит, а я в это не верю. Но я говорю, а если я сейчас вам докажу это на три ваших вопроса, любые, отвечу. Вы перед всем народом можете встать и сказать тогда? Могу. Ну, давай. Первый вопрос, второй. Второй потруднее было, а третий совсем лёгкий. И что интересно, он встал и сказал, я виноват. Но встал и ушёл. Я говорю, а кто это такой? О, говорит, это очень башковитый мужик. Ну, он говорит, Библия занимается, к баптистам ходит. А-а-а. Я говорю, тогда вы сделайте так. Договоритесь с баптистами, что у вас будет встреча. Они пойдут на встречу? О, с удовольствием. Ну, разговор окончен. Ладно, я говорю, мне сообщите тогда. Мне далековато ехать, но я поеду. Баптисты сразу согласились. Но как только спросил пресвитер, говорит, а кто будет оппонентом с вашей стороны? Кто? Он говорит, Лапкин. Он даже не задумывается, говорит, нет, мы на беседу не пойдём. Баптисты самые сильные, смелые, самые правильные сектанты. Тут осталось надеяться на то, что только они вас не знают. Я вот только на это надеюсь. Я уже об этом думал. Вот. Ну, и нам бы, знаете, как сделать, чтобы вас там, чтобы вы затеряли, если вот, допустим, Володю там ещё кого-нибудь посадить, вот так, чтобы в ряд, знаете, сидел там, допустим... Не знаю, обдумай хорошо, обдумай. Дело в том, что тут у нас одна сестра обратилась из адвентистов. Вот. У Игоря Третьякова жена, это её дочка, Фатеева. Ну, а у них там линк. Говорит, хороший пресвитер. Ну, я в самом деле знаю, они очень такие, но взрывные. Договорились. Они дадут мне там слово по жребию, ну, сколько, полтора часа. А он у нас придёт в трапезной бойц. Согласился. Как только встреча стала приближаться, он отказался. Отказался, и всё. Ни причин, ничего нет. И по сегодняшний день беседы нету. Договорились. Она пошла. Она бывшая их прихожанка. Я думаю, что это нехорошо. Ну, не знаю, как Бог даст, но всё-таки, если мы сделаем такую беседу показательную, то это будет прям, это супер будет. Потому что такого ещё нету. И, по крайней мере, у вас нету таких бесед. В этом, в Пензе я был. Договорились. Очень серьёзные баптисты зарегистрированные. Давайте так. Вступительное слово скажет пресвитер. А дальше мы по вашим вопросам будем отвечать. Каждому, допустим, три минуты. Если кто-то желает что-то помочь своим, пусть записку дают. Если человек будет вести себя неподобающе, выкрикивать, его вывести. Согласились. Ну что, нормальные условия-то. Вначале. У нас беседа продолжилась не больше пяти минут. Вначале есть крики, вопли. А первый вопрос про икону задали. Я говорю, иконы-то должны быть не просто разрешены, а должны быть. Дом мой, дом молитвы нарешётся. Ну и всё. Хочется. Эти какие-то идеи, они прямо заходят сразу. Ну мы, говорит, раздеваться не будем. Мы ненадолго. Жарко. Смотри, что-то они засутились. Я говорю, ну вы, а у меня иконы кругом. Я говорю, вы, наверное, что из-за икон смущаетесь? Они говорят, нет, нет. Мы свободно допускаем, что вот об иконах вообще ни слова, ни одного. Понимаете? Вообще. У них, видимо, видите, у них как-то учение, оно трансформируется постоянно. Вот. Они, они как бы сейчас говорят, что это самое, ну все имеют право там на это самое, на веру и всё такое. Ну, знаете, что я думаю? Я буду непосредственно вот, допустим, самим заранее этим пресс-фитерам от ним говорить, да? Вы мне если бы дали вот список, допустим, к чему я его подготовил, допустим, о вступительном слове, там, о регламенте, да, чтобы я его сразу подготовил, чтобы он уже в курсе был, чтобы у него здесь не было это откровением каким-то, вот. Ну, регламент должен быть жёсткий, должен быть руководитель, который нажимает или на часы, или поднимает... Ну, минутку, подожди, не вовремя так вот. Говори. Да, слушаю. Что? Хорошо, да. Я уже пообъяснял. Сюда не приходить. Не приходить. Ну, всё, всё, всё. Запомирали. Запомирали. Горбачёва позовите, он гласность объявлял. Так, он пугает, он ничего не сделает, он пугает. Кому надо делать, тот делает молча. Это он пугает, чтобы новые деньги с вас выжать. Ну, да. Я сказал, чтобы сюда больше не приходил. Всё, до свидания. Отошёл. Отошёл, благодарю. Пропасть какая. Запутался парнишка и угрожает самоубийством. Знакомый там одному. Пропасть какая. Дело в том, что должен быть хороший руководитель, которому подчиняются обе стороны. Ну, допустим, говорящий может и не заметить часы, но руководитель должен прямо на часы смотреть, и кто-то должен пометку делать. Поднял пальцы, всё. Говорящий должен по условию оборвать себя. Я это, как говорится, займу эту нишу. Я это руковожу как надо. Я согласен. Если меня возьмёте. Ну, понятно. А кого мне брать-то? Мы будем рассуждать только согласно 66 книг синодального перевода. Никаких их новых переводов, чтобы в глаза не было. Это не Библия, это... Она с новым переводом. Я говорю, а чё вы это... Она читает, а я по-своему читаю, а там вообще не совпадает это самое. Мы, по-моему, и... Чё же мы читали? О, я уже не помню. Ну, много, много есть писаний. В общем, мы... А я смотрю по своей Библии, и там вообще не совпадает, понимаете? Да. Над ними был суд в Англии. Шесть человек, которые были найдены переводчиками. Пятеро не могли перевести ни одного еврейского слова. А шестой не мог перевести предложение. Вот и всё. Они всё абсолютно подогнали. Ну, не сходятся. Они-то, где написано три, они пишут два. И всё. И троицы никакой нету. Ну, это... Машенцы, если хотите, можно назвать даже более открыто. Жульничество. С писанием. Всемирный перевод. Да. Она вот говорит, я раньше по Синодальному. Я раньше с Синодальному ходил, а сейчас вот наш взял. Я говорю, а что вас подвигло на это? Вот если... Ну, видимо, их заставляют по своему переводу, да? Если по-английски всегда будут говорить, это Джеймса только брать Якова. Перевод Якова. Если берут немецкий, там их много наделали. Только Мартина Лютера. Это проверенные, довольно хорошие переводы. Так что, чтобы ни на что не ссылались. Я прям загорелся. У меня прям такое... А они пришли, это... Ну, я уж спать собирался. Я думаю, спать лягу. А матушка заходит и говорит, да там свидетель Его. Я говорю, давай их сюда. На сковородку. Да. Она их сюда пригласила и все. И я прям загорелся. Я же спать перехотел. Вот у меня была хорошая беседа с адвентистами. Когда у них руководил теперь заукская духовная академия, как они называют, профессор Волкославский. Он специально на встречу прилетел в Караганду. Четко, ясно. Мне дали, допустим, полчаса. Нигде не перебили ничего. Узнали, что я ем. Что чай пью, не пью. Все разузнали. Все сделали, как должно быть. Все уже динамики стояли. Все записывали. Никаких препятствий не было. То есть серьезные бывают у них люди. Вот я могу вспомнить таких. Вначале мне у баптистов везде давали слово. Но, как сейчас пишут, начался впервые отток. От баптистов к православным-то. И везде сразу свою энциклику издали. Нигде мне слово больше не давать. Я еду в Харьков, а там, говорят, получен документ. Вам больше нигде слово не будет дано. Вот я говорю, хваленые баптисты. Да я все никак не сделаю этот с баптистами. Он же в аудио есть. У меня есть этот ролик. Его надо... Я хочу с картинки туда вмонтировать, но сделать такой на YouTube поставить. Беседа там вообще изумительная. Ну, мне очень понравилось. Я всем тоже рекомендую. Я как-нибудь время выберу и сделаю. Вот, когда с ними беседовать, это надо... Ну, просто постоянно один или два человека с той стороны. Чтобы болейшего нарушения нигде не было, никто не выскакивал. Мы беседуем... Ну, вышел на меня Михаил Батугин. Вы его знаете. Две адвенти и говистки. Только начали беседовать. Она сразу перебивает, она не слушает. И сразу нам некогда. Мы соскочили и убежали. Этого ролик выставлен. Они ведут себя стандартно. Бесподобно нагло. Сразу кинулась и видят, что ничего не получается. А как Бога звать? Ну, иегова. Неправильный перевод. Но мы его приняли. Ягва, яхва. Сколько они... Я ей говорю... Местописание она уже не слышит. Еще один яговист выходил. Он даже одну минуту не может слушать. Он свое долдонит. Я говорю, вы вопрос задали, а ответить не даете. Ну, а как беседовать? Вы же вопрос задали. Я ей отвечаю. Ну, дело в том, что, видите, это такие, как говорится, ну, рабочие. А это придет сам. Спейсвитер-то их не... И он тут бежать, вскакивать не будет перед ними, правильно? Ну, знаете как? К нам зашли во двор люди. Я видел, вышел. Две молодые девушки и парень. Оказывается, они собирают, узнают, где глухонемые. И для глухонемых не хотели ли вы пойти? У нас во дворе получилась хорошая беседа. Никого над ними нету. И они так расположились. И иногда бывает даже ответный ход даже. Так нравится. Ну, Господь моменты такие ловит. Я вижу, как они одеты, прилично. Стали говорить вопрос. И давайте договоримся. Если вам понятно, мы переходим к другому вопросу. И мы это полчаса на расстояли. Бывают иногда беседы. Но это не внутри помещения. Нет. Господь управит. Что ж там? В общем, вы мне скиньте этот весь там регламент. Что там надо прокомментировать ему. Я позвоню по телефону. Все ему дам. Или в СМС ему скину это все положение. Ну, обдумайте все. Как я подчиняюсь. Ну, вот это неопределенное. Регламент по времени. И не перебивать. И никому не встревать. Только двое беседуют. А остальные могут подавать записки, помогая ему. Только записки. Ни один, чтобы не встревал, ни голоса не подавал. Ни реплик, ничего. Ну, тогда беседа может быть. Ну, все-то, договорились. Договорились. Все, я-то ухожу. Отхожу. Слава Божию. С Богом. С Богом.